Мы пройдемся по основным мифам о Менделееве. Менделеев же звезда. Менделеев дважды женат. Он двоеженец. Есть еще один миф. Менделеева использовали в качестве шпиона. Что он не делает, из него рождается какой-то медийный анекдот. Такова участь публичных персон. Менделеев полагал, что есть некое неоткрытое вещество на сегодняшний момент, которое он называл эфир. Которое помещал в основе всего мироздания и вот в самом левом верхнем углу периодической таблицы. Менделеев был единственным, кого удостоили звания оба университета и считали это для себя очень почетным. Дорогие друзья, добрый день. Мы продолжаем наш цикл рассказов из русской истории XIX века. И прежде чем начать рассказ сегодняшний, позвольте вас еще раз поблагодарить за ваши отклики, комментарии, пожелания, письма. Все то, что позволяет нам делать наш курс еще интереснее. Все то, что вдохновляет нас на продолжение работы. Сегодня необычный рассказ, потому что раньше мы говорили о операторах, полководцах, государственных великих мужах. А сегодня будет рассказ об ученым. Я преклоняюсь перед учеными. Я сам человек довольно далекий от негуманитарной области знания. Поэтому для меня ученые в области математики, химии, физики, естественных наук, люди совершенно особые, обладающие каким-то немыслимым, непонятным для обычного человека, с багажом познания о современном мире. Нужный в тяжелый момент изобретатель, скромный врач, ну а тем более человек, открывший новые страницы медицины, естественных наук, в тысячу раз важнее всех завоевателей вместе взятых. Я каждый раз говорю, когда вы находитесь, давайте возьмем плайт-версию, в кресле у стоматолога, вы кому больше благодарны? Тому, кто изобрел анестезию, или более современные безболезненные средства проведения операции, лекарства, антибиотики, или какому-нибудь великому полководцу, чьими памятниками могут быть уставлены все площади и проспекты, нет. Мы все-таки больше будем благодарны этому врачу, этому ученому, этому естествоиспытателю. О таком человеке мы и поговорим сегодня. Тем более, что мы ведь считаем его выдающимся ученым-химиком, а на самом деле, и это первый сюрприз, лишь около 10% всех его работ посвящены химии, а 90% совершенно другим отраслям знания, о чем массовый зритель и не догадывается. А мы с вами после этой лекции будем хорошо знать. Так вот, наш герой сегодня — Дмитрий Иванович Менделеев. Мы о нем все слышали, и в массовом сознании он, конечно, автор таблицы, которая у меня сейчас за спиной. Эта таблица в советской школе висела в каждом кабинете химии. Таблица периодических элементов Менделеева. Для увлекающихся историческими анекдотами он известен еще и как отец русской водки. Что, если говорить откровенно, не совсем правда. Точнее говоря, совсем неправда. Ну и самые продвинутые в числе их и читатели моей книги «Мифы о России» скажут еще, что Менделеев страстно увлекался изготовлением чемоданов и слыл большим чемоданных дел мастером. Ну, это, я каюсь, тоже миф, жертвой которого в свое время, много лет назад, во время подготовки этой книги, я стал. Ну вот, пожалуй, и все. На самом деле, и периодической таблицы хватило бы для бессмертия, но масштаб личности Менделеева громаден, гораздо шире. Кроме химии, он писал книги по экономике, социологии, конструировал высокоточные приборы, разрабатывал таможенные тарифы, изучал воздухоплабание и сам летал на больших высотах на воздушных шарах, исследовал спиритизм и магию, пославлял русскую метрологию, выступал экспертом на судебных процессах об отравлениях и подделке денег, а также называл себя волонтером нефтяного дела. Вот это его волонтерство, это его добровольчество заложило, собственно, основы нефтяной индустрии современной России. Разброс интересов, которые сейчас, когда наука стала узкоспециализированной, вообще представить себя невозможно. Но и тогда, для второй половины 19 века, это было экстраординарно. Можно было бы сравнивать Менделеева, например, с Ломоносовым. По ширине взглядов научных. Не будем вдаваться в чисто научный аспект, я небольшой в химии специалист. Давайте поговорим о Менделееве как о человеке, как о муже, отце, семейнине, как о государственном деятеле, как о педагоге, как о патриоте, которого отличала широчайшая эрудиция и интерес к самым разным сторонам человеческой мысли. Как обычным? Давайте по порядку. Менделеев родился в 1834 году в Тобольске. Что такое 1834 год? Это Николай I. Это порядок определенный после подавления восстания декабристов и всякого рода больномыслия. Еще жив Пушкин. Ну, примерно Менделеев ровесник Льва Николаевича Толстого. Для понимания. Далее. Что такое Тобольск? Тобольск – это столица Сибири. Основан город давно, еще до Петра. При Петре I Тобольская сибирская губерния простиралась ни много ни мало от Уральского хребта и до Тихого океана, включая в себя все те земли, которые были еще по большому счету недоизведаны. То есть это гигантская, самая большая губерния, наверное, в истории на планете. Тобольск – столица. Это быстро растущий, богатый город. Через него лежит русский шелковый путь, который назывался тогда Сибирский тракт. По Сибирскому тракту шла вся торговля с Китаем, с Востоком в целом. Там находится казна, казенное хранилище разного рода дорогостоящих мехов. И вообще Тобольск – это богатый город. С особой архитектурой каменной, с Кремлем, очень красиво расположены. Но это город совершенно особых людей. Вольных, сильных, авантюристичных. В замечательном романе писателя Иванова «Тобол» как раз те времена, Петровские, описаны. Момент урождения Менделеева уже прошло с той поры более ста лет. К этому моменту Тобольск немного стал более провинциальным, более простым. Торговля и вообще развитие Сибири сместилось на юг. И постепенно Тобольск превращается в обычный, тихий провинциальный город. Дед Менделеева – священник. Кстати, мы его упоминали раньше в нашем курсе рассказов, только об истории XVIII века, когда рассказывали вам об Аракчееве. Дело в том, что дед Менделеева учил Алешу Аракчеева грамоте. История – тесное место. Вот так все пересекается в ней. Отец Менделеева, фамилия его была, кстати, Соколов, тоже закончил Тверское духовное училище. И вот по окончании этого училища, вместе со всеми братьями родными, которые тоже решили стать священниками, ему дали новую фамилию, фамилию Менделеев. На самом деле, оказывается, в русской церковной традиции того времени, если несколько братьев родных становились священниками, то отцовскую фамилию мог унаследовать только один из них. А остальные получали новые фамилии. Вот такую новую фамилию получил и отец Менделеева. Другие братья его стали. Один Покровским, другой Тихомандритским. А Иван Менделеевым, потому что, видимо, в Тверском училище он любил меняться чем-то там со своими сотоварищами, соучениками. Он любил мену делать. Вот он менялся, мену делал и стал Менделеевым. Ну, по крайней мере, такая была семейная легенда. Однако, после окончания духовного училища, передумал идти по церковной линии, уж я не знаю, по той ли причине, что в нем проснулись какие-то коммерческие меноделательные способности, я думаю, что, скорее всего, по другой причине, потому что так бы он пошел по коммерческой части. А здесь он решил пойти по части филологической, образовательной и поступает в Петербургский педагогический институт на филфак. По окончании института, став учителем, как тогда писали, философии изящных искусств и политэкономии, всего вместе взятая, занимается педагогикой, преподаванием. Но важно, что. Почему я вам эту историю рассказываю так издалека? Потому что к моменту рождения сына его отец директор Тобольской гимназии. А Тобольская гимназия самая лучшая гимназия в Сибири. Кроме гимназии, он был еще и директором всех училищ Тобольского округа. Так что в этом отношении можно сказать, что отец Менделеева это примерно как отец Владимира Ильича Ленина, который был, соответственно, директором народных училищ в Симбирской губернии. К счастью, слава богу, сын Менделеева, в отличие от сына Ульянова, пошел совсем другим путем. Мать Менделеева, звали ее Мария, она как раз из бизнеса, она из купцов, при этом женщина образованная, самостоятельно, вместе со своими братьями, заочно прошла полный гимназический курс. После этого подхватила семейный бизнес, у них была какая-то небольшая стекольная фабрика в деревне, так вот этой фабрикой занималась мама Менделеева в одиночку. Мертвое, разоренное предприятие в одиночку поставила, навела там порядок. Это была основа дохода их большой семьи, особенно после того, как отец заболел, и, к сожалению, довольно рано, Дима еще был Менделеев совсем мальчиком, отец умер. В доме Менделеева директора Тобольской гимназии и мамы предпринимателя, как бы сейчас сказали, собиралось самое лучшее Тобольское общество. Был другом семьи Петр Ершов, писатель, автор Конька Горбунка. Часто бывали ссыльные декабристы, причем известные, Муравьев, Фанвизин, Пущин. Кстати, сестра Менделеева вышла замуж, по-моему, за поручика, тоже декабриста, члена Южного общества, ну, естественно, бывшего поручика, ссыльного. Так вот, Дима Менделеев был последним ребенком в семье. Трудно поверить, семнадцатым ребенком в одной семье от одной жены. Много детей в младенчестве скончалось, тогда была высокая детская смертность, тем не менее, у Дмитрия Менделеева было огромное количество братьев и сестер. Он был разносторонним мальчиком, в шахматы отлично играл, много читал, интересовался искусством, балетом, музыкой. Кстати сказать, все эти детские подростковые интересы потом проявятся. И поразительно, но Дмитрий Менделеев, будучи всемирно признанным светилом в области химии и многих других наук, будет принят в Российскую Академию Художеств как действительный член, потому что он будет писать замечательные критические статьи об искусстве, статьи очень популярные, и вообще будет у него много друзей, художников, соберет у себя дома неплохую коллекцию отечественной живописи. При этом Дмитрий оставался мальчишкой, причем мальчишке непоседливым. Учился он неровно, прогуливал, доставлял маме немало хлопот. Какие-то предметы у него отлетали вот так вот, а какие-то он терпеть не мог, например, латынь, и к иностранным языкам не испытывал никакой тяги. Закончилось это все тем, что однажды в гимназии оставили его на второй год. Можете себе представить, Менделеев был второгодником. Плюс постоянно дрался. Уже во взрослом возрасте он вспоминал, как-то говорит, вот, говорит, спину у меня ломит. Ломит спину, как бывало в детстве, подеремся мы с пацанами на Тобольском мосту. Вот такие же ощущения. Кстати сказать, поразительные, у нас почему-то на Руси все время дерутся на мостах, еще со времен Новгородского веча. Я помню свое детство. Тоже местные мальчишки ходили на мост через небольшую речку на Украине. Река называлась Тясьмин. И, соответственно, с теми, которые за речи дрались там. Какая-то у нас генетическая тяга. Разборка на мостах. Это, я так, отвлекся. Менделеев, таким образом, школьник так себе. Но это ведь ни о чем не говорит. Мы ведь с вами знаем, что из двоечников и второгодников нередко вырастают великие ученые. Любимый пример это Томас Альва Эдисон, которого постоянно отчисляли из школы. Но мы ведь не знаем, как у уровня там были школы на Диком Западе, в Дикой Америке той поры. Но у нас даже приличные школы и хорошие гимназии. Вот Циолковский. Один из самых, наверное, гениальных от природы людей, которых рождала вообще последние столетия наша земля. По-моему, школу даже и не закончил. Эйнштейн также бросил католическую школу. У него там были постоянные несогласия с учителями. Двоечником был Эйнштейн с плохими оценками по поведению. После гимназии собрала все накопления и повезла своего младшего сына в Москву, чтобы он поступил в Московский университет. Мама очень верила в Диму, интуитивно считала его ребенком одаренным. Но по правилам того времени просто так поехать и выбрать любой университет, как сейчас, было нельзя. Надо было поступать в тот университет, в учебном округе, которого ты проживаешь. Соответственно, Тобольск относился к Казанскому учебному округу и Менделеев должен был поступать в Казанский университет. Ну, по каким-то причинам. В Казанске он идти не хотел. Мама в итоге поехала в Петербург. При том, что надо было не просто, чтобы Дмитрий поступил в хороший институт, а самый лучший институт в Петербурге той поры был, Петербургский педагогический институт. Но надо было еще устроить его на казенный счет, потому что после смерти отца денег у семьи, огромной семьи Менделеевых, было совсем немного. Вот случайно она совершенно встретила друга своего отца где-то буквально в коридоре педагогического института. Оказалось, что этот друг просто один из директоров. Он мальчика посмотрел, взял, ну и дальше Дима, поступив на казенный кошт, оказался совсем один в Петербурге. Мама его заболеет и умрет буквально через пару недель. Вскоре умрет и сестра его, которая вместо с матерью тоже приехала в Петербург. И вот балованный ребенок, всегда ведомый родителями, матерью, повзрослел, стал самостоятельным буквально за один день. Это очень сильно на него повлияло. Впоследствии Меделеев написал посвящение матери к своему первому научному труду исследования водных растворов по удельному весу. Я позволю себе процитировать. Вашего последыша, семнадцатого из рожденных вами, вы подняли на ноги, вскормили своими трудами, ведя заводское дело. Вы научили любить природу с ее правдой, науку с ее истиной, а более всего труд со всеми его горестями и радостями. Вы заставили поучиться труду и видеть в нем одном только опору. Вы вывезли с этими внушениями и доверчиво отдали в науку. Приняв от вас так много, хоть малым вам память почитаем. Судет Менделея безраздельно первенствовал по физике, химии и биологии, поражаясь своими знаниями профессоров. Однако в конце учебы известный тогда доктор поставил ему неожиданный диагноз туберкулез. Диагноз на тот момент неизлечимый. Сказано было, этот молодой человек на ноги уже не встанет. Чтобы как-то блокировать болезнь, Менделеев попросился на работу на юга, как бы сейчас сказали, и по распределению. А поскольку он закончил институт с золотой медалью, то он имел право на приоритетное государственное распределение, он был сразу назначен старшим учителем в Крым, в Симферопольскую гимназию. Потом оттуда перевелся в Одессу, а вот там совершенно неожиданно выяснилось, что никого туберкулеза у Менделеева нет. Причем его осмотрел сам знаменитый хирург Пирогов и сказал, «Эх, это батенька, вы нас обоих еще переживете». Но имелся в виду и сам Пирогов, и тот доктор, который поставил неправильный диагноз. Потом была заграничная стажировка, потом возвращение в Петербург на преподавательскую работу, потом проблема, свойственная всем молодым ученым и преподавателем у Менделеева совершенно не было денег, и он должен был хвататься за любой приработок, чтобы хоть как-то заработать. Но вот в отличие от студентов советской поры не разгружал вагоны, не работал на овощебазе, в отличие от современных студентов не занимался мелким, ненужным бизнесом, не торговал брендовыми кроссовками и всякой ерундой в интернете, Менделеев хотел зарабатывать себе на жизнь своими знаниями. Поэтому он стал писать учебник по химии, а за этот учебник планировал получить Демидовскую премию. Первая премия была почти полторы тысячи рублей серебром, это большая сумма, сопоставимая где-то с годовым профессорским окладом. Писал, не разгибаясь, три месяца, что удивительно, получил все-таки эту Демидовскую премию и встал таким образом на ноги. В общем, хороший пример для всех молодых преподавателей, молодых специалистов. Ну а затем в 30 лет он становится штатным доцентом кафедры химии Санкт-Петербургского университета, у него уже оклад 1200 рублей в год, примерно 100 рублей в месяц, это хорошие деньги, это оклад старшего офицера в армии, тогда преподавателям платили университетским хорошо. К тому же, он еще получает казенную квартиру в Петербурге, и это дает ему возможность отказаться от всяких подработок и вплотную заняться наукой. И вот тогда он и занялся своей диссертацией, которая, собственно, и породила главный миф о Менделееве как изобретателе водки 40-градусного стандарта. Чтобы не углубляться в научные детали, мы пройдемся по основным мифам о Менделееве. Ну, прежде всего, начнем с мифа о периодической таблице. Якобы, она ему приснилась. На самом деле, Менделеев очень обижался, когда ему такое говорили. Один репортер, беря у него интервью, упомянул эту байку, так Менделеев буквально расписывался. Как это приснилось? Да я над ней лет 20 думал, а вы полагаете, сидел, сидел, спал, раз и готово. Нет, конечно. В реальности, 17 февраля, исторический день, 17 февраля 1869 года, Менделееву 35 лет, он проснулся в отличном настроении, выпил по обыкновению стакан теплого молока, вместо завтрака, умылся, и тут как бы неожиданно пошел мыслительный процесс. Он схватил первую подвернувшуюся под руку бумагу и записал на обороте, как он вспоминал, символы хлора и калия, которые имели близкий атомный вес. Потом стал писать символы других элементов, отыскивая среди них сходные по свойствам пары. Потом схватил все эти бумаги, закрылся в кабинете, достал из конторки пачку визиток своих и начал на обратной стороне писать символы элементов и главные химические свойства. Таким образом у него получилась своеобразная игровая колода, как будто карты. И Менделеев, взяв эти химические карты, стал час за часом выкладывать у себя на столе из них какие-то пасьянцы. Вот так из этой необычной карточной колоды и нарисовалась картина будущей периодической системы. Он выходил из кабинета только перекусить. Просидев за столом целый день, в тот же вечер он переписал набело сложенный пасьянс табличный и отправил его в типографию. Еще через пару дней он напишет статью, которую передаст для публикации в журнале Русского химического общества, а также статью для доклада от его имени на заседании этого общества 6 марта. Это однодневное, казалось бы, конечно, к которому он готовился всю предшествующую жизнь, однодневное изобретение фактически совершило переворот в науке. Впервые получилось систематизировать хаос. Многие над этим думали, но никто не решался так неожиданно и ярко так амбициозно подойти к решению этой задачи. Честно говоря, приоритет создания и сейчас иногда оспаривается со ссылкой на работу немецкого химика Майера, правда, на год позже Майер писал некое подобие. Но открытие принадлежит Менделееву, как говорят специалисты, не только из-за приоритета публикации, не только из-за того, что он опубликовал собственный вариант таблицы на один год раньше. Нет. Дело в том, что Менделеев поставил в таблице пустые клетки, что не было у других исследователей. И он объяснил, предсказал по сути, что эти элементы еще не открыты. Однако, он описал их будущие свойства, называя их эко-бор, эко-алюминий, эко-кремний. Эко на санскрипте означает одно и то же, то есть похожие элементы. И вот его предсказания стали сбываться. Пустые клетки волшебным образом в этой таблице заполняться по мере дальнейших научных исследований. Спустя несколько лет откроет француз Поль Буабадран Галли, свойства которого полностью совпадут с эко-алюминием. Еще через несколько лет швед Нильсон обнаружит сканди, эко-бор. Еще спустя семь лет немец Винклер откроет Германию, менделеевские эко-кремнии. Таким образом, вскоре таблица приобретет в основном нынешний вид. Однако, по-прежнему ее будет читать лишь гипотезой. Менделеев, систематизировав все элементы природные, по сути, сделал предсказание будущего. Он опередил свое время. На тот момент еще невозможно было доказать, на чем базируется данная таблица, данная система, потому что не была построена модель атома. Менделеев эмпирическим, опытным, правительским путем сделал совершенно невероятное мировое открытие. На Западе систему Менделеева называют периодическое таблице, при этом очень часто в университетах имя Менделеева просто не упоминают. Не любят, что первенство этому глобальному открытию принадлежит не европейским ученым, а русским. Миф о европейской науке, понимаете, к сожалению, поддерживает миф о европейской исключительности, цивилизованности и решающей роли Европы в определении судеб человеческих. Это одна причина. Вторая причина. Наши великие ученые всегда не любили патентовать свои изобретения, потому что считали, что патент, вот эта такая коммерциализация науки, это дело недостойное. Именно поэтому Попов впоследствии проиграет в патентном отношении свое изобретение Маркони, хотя, как мы знаем с вами прекрасно, Маркони вообще радио не изобретал, а запатентовал другое изобретение. Попов же ограничился публичным докладом. Некоторые наши ученые, полагая, что торгашеский дух вредит науке, и вообще нельзя знания продавать за деньги, особенно те знания, которые способствуют спасению человеческих жизней, вообще откажутся от патента. Другой великий русский советский химик Зеленский откажется патентовать изобретенные в годы Первой мировой войны противогаз. Откажется принципиально из человеколюбивых гуманистических соображений, поскольку полагал, что задача его изобретения это спасать человеческие жизни. Соответственно, модель описания противогаза будет разослана во все союзные России и страны. Все начнут производить его без лицензионных прав и без отчислений. Вот таковы были в те времена настоящие ученые сегодня, когда авторское патентное право буквально намерто связывает любую научную инициативу, особенно на Западе, там, конечно, представить это не так просто. Но так либо иначе, повторюсь, во многих западных странах периодическая таблица элементов Менделеева так и висит в кабинетах безымянной. Миф номер два. Был ли Менделеев создателем водки? Ну, буду краток, но это не был. Водку пили давно, крепость ее всегда была разной, как получалось. Иногда ее пытались регламентировать. Например, в так называемом уставе о пятейном сборе 1817 года вино, то есть хлебное вино, водка, продаваемое из казенных магазинов, только из казенных, иная водка не регламентировалась, должно было быть крепостью не ниже 38 градусов. Впоследствии, уже во времена Менделеева, величина акциза собираемого с продажи алкоголя стала зависеть от крепости, от процентного содержания спирта. Поэтому из финансовых соображений крепость водки была определена как предпочтительно 40 градусов. Сам Менделеев водку никогда не пил, он пил только сухое красное вино и говорил, кавычки открываются, вкус алкоголя я знаю лишь как химик, настолько же, как вкусы всех остальных ядов. Алкоголь это яд, как считал наш великий ученый. Дело в том, что как раз остеодокторская диссертация, за которую взялся доцент Менделеев, молодой ученый, как раз была посвящена изучению удельных весов спиртоводных растворов в зависимости от концентрации и температуры. И называлась в сокращенном варианте о соединении спирта с водой. Диссертация имела довольно практическое значение, потому что те научные выводы, которые делал Менделеев, имели значение для производства пороха, и для высушивания пороха, и вообще для разного рода военных заказов. Но поскольку речь шла как бы формально о соединении спирта с водой, а потом еще все это обросло всякого рода легендами, родился слух о том, что Менделеев как будто бы придумал этот 40% стандарт. Это никакого отношения к правде не имеет. Еще один миф, который я упомянул в начале, Менделеев опытный изготовитель чемоданов. На самом деле одним из хобби Менделеева было переплетное дело. Помните, я еще когда рассказывал о генерале Ермолове, у него тоже было такое же хобби переплетать книги, папки и рукописи. Довольно распространенные в те времена в 19 веке занятия для почтенных людей, любящих книги, работающих с бумагами. Так вот, Дмитрий Иванович довольно искусно изготавливал из картона и кожи папки, ящики для бумаг и рукописи. Никогда бы за подобными ящиками в Икею не пошел. Он бы сделал все сам. А материалы для переплета, то есть, собственно, картон, какие-то там заклепки металлические, кожу, естественно, кожзаменителя тогда не было. Это он все покупал в гостином дворе, в какой-то лавке, в какой-то галантерее. И вот Менделеев рассказывал, что однажды зашел в эту лавку, и там продавец отрекомендовал его другому покупателю, поскольку Менделеев покупал кожу и картон, как известного чемоданных дел мастера. Менделеев посмеялся, а этот разговор и породил легенду о чемоданах Менделеева. Кстати сказать, когда Менделеев в конце жизни на некоторое время ослепнет, у него будут катаракты, ее оперировали, эта легенда обросла другими подробностями, что Менделеев забросил науку, однако изготавливает чемоданы вслепую, очень качественные, и продаются эти чемоданы по цене в три раза, а то и в десять более, чем французские от Луи Виттона. Ну, на самом деле, Менделеев, я уверен, что если бы изготавливал чемоданы, то они бы продавались в сто раз дороже, чем от Луи Виттона. Но он просто был очень публичным человеком, он был звездой, как бы сейчас сказали, медиазнаменитостью, поэтому, как любой человек знаменитый, что он не делает, из него рождается какой-то медийный анекдот. Такова участь публичных персон. Есть еще один миф, использовали в качестве шпиона. Якобы военное ведомство наняло Менделеева для организации сети шпионской в Европе, которая бы с помощью промышленного спионажа выведывала всяческие секреты. У этого мифа, как обычно, есть некая фактологическая основа. Дело в том, что, уволившись из университета, уйдя в отставку с Петербургского университета в знак протеста, коль я про это упомянул, то расскажу. В 90-е, по-моему, годы 19 века в Петербурге была очередная вспышка студенческих волнений. На этот раз студенты были недовольны ограничением прав университета, обязательным ношением студенческих тужурок и формы, хотели одеваться, как им нравится. Ну, в общем, было много чего объективного и необъективного в недовольстве студентов. И вот они обратились к Менделееву, как к авторитетнейшему номер один профессору Петербургского университета с письменной петицией на имя министра просвещения и попросили глубоко уважаемого профессора Дмитрия Ивановича эту петицию министру отдать. Менделеев нельзя сказать, что разделял все студенческие пожелания, но он полагал, что молодые люди, он и сам был таким, я сама была такой 30 лет тому назад, имеют право высказать свое мнение. Поэтому он взял студенческую петицию и отнес ее в приемную министра просвещения, полагая, что министр точно внимательно ознакомится и сделает выводы. министр, не помню его фамилию, она точно не достойна запоминания в данном контексте, не просто не сделал никаких выводов, а еще и вернул Менделееву с такой небрежной резолюции, мол, приличные люди, находящиеся на государственной императорской службе в его императорское величество, не должны даже в руки брать подобного рода мятежные писульки. Прочитав сию надпись, Дмитрий Иванович крайне оскорбился и публично из института уволился. Без работы он, конечно, не остался, поскольку был знаменитым на весь мир ученым, и в числе предложений, которые он тут же получил, было предложение перейти на службу в морское ведомство в качестве консультанта, поскольку морское ведомство той поры это самый авангард прогресса в военно-техническом деле. В числе тех задач, которые получил Менделеев, была задача как-то подумать над усовершенствованием пороха. Тем более, что в этот момент в Европе уже начали производить известный бездымный порох, а у нас сделать его еще не умели. Качество нашего пороха было гораздо хуже. Мы знаем, что Менделеев посвятил много своих трудов разного вида вооружений, и пороха увлекался пиротехникой, можно сказать, таким образом. Но вот есть история о том, что якобы Менделееву после того, как он стал консультантом морского ведомства, поручили каким-то образом узнать секрет французского бездымного пороха. Якобы с этой целью Менделеев анализировал логистику поездов во Франции и в Британии, что эти поезда везли на пороховые заводы, получал какие-то секретные данные, сколько селитры, сколько серы, сколько других компонентов, как это все будет смешиваться. И таким образом логически вычислил эту формулу пороха. Сори, это гуляет по интернету, но я полагаю, что было все гораздо проще. Менделеев, будучи блестящим ученым, прекрасно разбиравшимся в системе производства пороха, взял просто несколько образцов разного типа бездымного пороха, разложил их на элементы, проанализировал, повторил европейское изобретение, многократно его улучшил. Улучшил он до такой степени, что после испытаний на флоте знаменитый адмирал Макаров писал, после выстрела из менделеевского пороха в стволе орудия такая чистота, что можно протирать его изнутри белоснежным платком, и пятен не останется. Однако, конец у этой истории на самом деле печален. Несмотря на то, что Менделеев посвятил в общей сложности исследованию пороха 68 научных работ и статей, то есть он так был серьезно увлечен этой темой, в этом случае с бездельным порохом ничего не получилось. Менделеев составил и план, и экономическое обоснование производства, и начали, как я сказал, испытания. Однако комиссия, которая изготавливала опытные партии при каком-то из пороховых заводах, изобретение отклонило. Отклонило, объясняя, что на заводах уже производится другой тип пороха, что этот порох очень дорог, экономически это нерентабельно, и вообще подозрительно внимание к этому столь великого ученого, может быть, он хочет каким-то образом припасть, как бы у нас сказали, такое было подозрение к оборонному бюджету со своими изобретениями. В общем, так либо иначе, но в итоге этой бюрократической бессмысленной переписки, в основе которой стояли, конечно, финансовые интересы, просто производство старого пороха было налажено, но на этом все зарабатывали. А внедрять новые изобретения, это нужно инвестиции, тратить деньги, время, силы, а зачем? И так ведь все хорошо, правильно? У нас же все хорошо в военном ведомстве, ничего делать не надо, все прекрасно. Поэтому в итоге инновационный проект Менделеева был свернут, производство пороха в итоге оказалось в руках компании, связанной с немцами и с американцами, что доставило нам немало хлопот спустя недолгое время в 1914 году. В конце концов Менделеевский порох запатентовали в США и в первые годы Первой мировой мы закупали этот Менделеевский порох в Америке. Причем американцы смеялись над нами в открытую, говоря, что русские покупают у нас порох, который мы в Америке называем русским Менделеевским. Ну вот так. В общем, у нас с имплементацией изобретений, скажем откровенно, всегда было хуже, чем с самими изобретениями. Несколько слов о малоизвестных сторонах деятельности Менделеева, но некоторых забавных, а некоторых очень важных. Ну, во-первых, Менделеев серьезно увлекался спиритизмом. Увлекался не в том смысле, что он верил медиумам и вызывал духи умерших. Как раз нет. Он занимался разоблачением магов и разного рода медиумов. Тема эта была очень модная в России. Она так волнами у нас появлялась. В 18 веке, помните, был граф Калиостро. Кто смотрел «Формулы любви», помнит, кто не смотрел, немедленно посмотрите этот гениальный фильм. Вторая волна увлечения спиритизмом, это как раз конец 19-го, начало 20-го века. У нас все время на этапах общественной ломки мы ищем чего-то мистического рядом с собой. Петербург наводнили разного рода иностранные знаменитости, медиумы и волшебники. И вот Менделеев, который терпеть не мог ничего суеверного, согласился возглавить целую комиссию околоправительственную по рассмотрению потусторонних явлений. Состоялось 19 заседаний, на которых разбирались спиритические опыты, сеансы и всякого рода эксперименты. Вередикт комиссии был отрицательным. Если этот обширный и наполненный научными требованиями документ упростить, то можно сказать так. Все медиумы жулики. Подпись Менделеев. Следующее увлечение. Воздухоплавание. Менделеев очень-очень вот как-то заболел небом. И написал на тему воздухоплавания теории воздухоплавания, принцип тоже несколько десятков научных статей. В конце концов, в 1887 году Менделеев, которому уже за 50, то есть не молодой человек совсем, но видимо парень рисковый, без башни, как бы сейчас сказали, вызвался полететь на очень большую высоту на обычном любительском воздушном шаре. Поднялся он на высоту 3000 метров, причем в одиночку, а то это высота такая, вполне для самолетов. официальная научная цель была исследование и наблюдение за солнечным затмением. Я не знаю, как это насчет солнечного затмения, честно говоря, мне просто кажется, что Менделеев, а не хватало ему адреналина в его научной жизни, потому что лететь он должен был не один, а с профессиональным пилотом, но поскольку пошел дождь, намокла корзина или намокла сетка этого шара, точно сказать не могу, вдвоем они никак подняться не могли, а корзина маленькая. Менделеев высадил пилота и сказал, что он справится сам, и вот он поднялся на высоту в 3 километра, что-то там исследовал, далее шар дал воздушную течь наверху, и Менделеев в принципе мог рухнуть на землю, но каким-то образом он эту течь там законопатил, заклеил, починил, длилось это довольно долго, то есть эксперимент-то был короткий, а в итоге Менделеев провел в воздухе много часов. Шар отнесло ветром на 100 с лишним километров, и в итоге где-то в районе Переслав-Залесского он осторожно опустился на землю, где его никто не ждал. Как вспоминается, вызвал небывалый фурор среди местных сбежавшихся крестьян, представьте себе, из ниоткуда с неба спускается на вас человек с большой седой бородой. В общем, если говорить серьезно, то Менделеев поддерживал своими исследованиями других теоретиков воздухоплавания, Можайского, Циолковского. Это была команда, которая закладывала основы будущего летательного дела, ракетостроения, самолетостроения, будущего исследования космоса в нашей стране. Но не только воздухоплавание и не только химия. Менделеев еще серьезно увлекался исследованием Арктики, написал 40 научных трудов об арктическом мореплавании, принял активнейшее участие в создании проекта первого ледокола, это будущий ледокол «Ермак», дедушка русского ледокольного флота. Им был проработан и намечен морской путь, который проходил по замыслу Менделеева вблизи Северного полюса. Его именем назвали подводный хребет в Северном ледовитом океане и научно-исследовательское океанографическое судно. Но самое любопытное, самое, наверное, экономически важное хобби Менделеева, волонтерство, как он говорил, это его интерес к исследованиям нефти и нефтяного дела. Проблемам, связанным с нефтью, Менделеев посвятил 150 своих научных статей и работ. Вот прямо по пунктам перечислю основные его изобретения и достижения. Первое. Менделеев был первым, кто предложил использовать для перевозки нефти по железной дороге металлические цистерны. Сложно представить, но до этого нефть перевозили в кожаных бурдюках. Второе. Тут я ступаю на тонкий лед, я там ничего не понимаю, поэтому, как говорится, что прочитал в научной статье, я то вам пересказываю. Менделеев разработал систему непрерывной перегонки нефти. Предполагалось, что нефть, помимо всего прочего, может являться еще и перспективным дешевым топливом, ее надо сжигать ради тепла. С этим Менделеев спорил категорически. Он считал, что сжигать нефть ради тепла, это все равно, что топить печку ассигнациями. Нефть надо перерабатывать, перегонять на более дорогостоящие субстанции и продукты. А то, что остается после перегонки нефти, после переработки ее в бензин и керосин, тоже надо использовать. И вот третье изобретение. Менделеев доказал, что после выделения бензина и керосина масла, остаточные в нефти, очень полезны для промышленности. По идее Менделеева, Россия наладила производство смазочных масел и вскоре стала главным экспортером смазочных масел в мире. Далее, вот это совсем уже фантастика. Просто вот фантастика. В 1876 году 40-летний Менделеев посещает всемирную выставку в Филадельфии. Переплыл океан. И там он пишет, кавычки открываются, «Мне рисуется в будущем нефтяной двигатель». Внимание, нефтяной двигатель. Об этом вообще никто не думал даже. «Размерами и ценой, немного превышающим керосиновую лампу. Под поршнем этого двигателя должна взрываться смесь воздуха и летучих частей нефти». Вот почему идею, изложенную в этом письме, Дмитрий Иванович тут же с какими-то промышленниками не запатентовал и сразу же не сделал опытный экземпляр этого двигателя размером с керосиновой лампой. Идея-то была гениальной, пройдет несколько лет. И некто Карл Бенц, тот самый Бенц, который Мерседес, эту идею Менделеева запатентует и будет называться бензиновым двигателем внутреннего сгорания. Вообще Менделеев рассчитывал и доказывал, что запасы нефти в нашей стране поистине неисчерпаемы. Этим он даже поссорился с братьями Нобелями, которые были основными нефтяными разработками в районе Баку. Дело в том, что Нобели, которых Менделеев называл людьми злой воли, он так очень злокным относился, они все время запугивали общественное мнение слухами о грядущем истощении нефти. И эти слухи помогали поддерживать довольно высокую цену на нефть. Однако научные среды Менделеева это полностью опровергали. И тут Нобели находились с ним в перманентном научно-теоретическом конфликте. Менделеев не был изобретателем нефтепровода, не будем придумывать мы ничего, первые нефтепроводы появились в Соединенных Штатах Америки, но Менделеев был главным идеологом и пропагандистом нефтепроводов и строительства их в России. Он, например, предлагал проект строительства нефтепровода из Баку в центральную Россию. К этой идее тоже, к сожалению, братья Нобели отнеслись отрицательно и строить ничего не стали. Ограничились лишь строительством небольшого продуктопровода, как по проекту Менделеева, по которому из Баку в Батуми качался керосин. В общем, если бы мы Менделеева послушали, если бы мы начали строить нефтепроводы раньше, возможно, многое бы в нашей истории пошло по-другому, потому что у нас бы появилось больше денег, больше доходов еще задолго до всех революционных событий. Вот что изобрел еще в части нефти? Он изобрел танкеры. Раньше нефть возили, конечно, на кораблях, но возили в трюме в больших огромных деревянных бочках. Менделеев первый предложил идею, а зачем заливать нефть в бочки, потом эту бочку катить, таскать, сливать оттуда нефть, разгружать, загружать, бочки портятся, телушка-полушка-рубль-перевоз. По ходу транспортировки нефть дорожала в несколько раз. Давайте заливать нефть прямо непосредственно в трюм, только обеспечим в этом трюме герметичность и сохранность. И вот по проекту Менделеева астраханские судовладельцы братья Артемьевы построили первый нефтяной танкер, парусный даже, парусный, это была парусная лодка Александр, в которой была осуществлена первая в мире нефтеналивная перевозка. По мере появления таких танкеров у нас на Волге, на Каспии нефтяные перевозки стали в разы дешевле, транспортное плечо резко подешевело, а самое главное, российская нефть добываемая в Баку сразу стала дешевле американской. Очень быстро из России был выяснен импортный американский керосин, тогда из нефти главным образом делали не бензин и керосин, и нефть стала у нас таким образом экспортным товаром. Кстати, Скатнефделеев, будучи очень глубоким специалистом по экономической географии, просчитывал также, где нужно строить нефтеперегонные заводы. Он считал, что нефть надо перерабатывать и продавать продукты из нефти, и он предполагал, что нефтеперегонные заводы надо строить главным образом на Волге, вдоль Волги, и даже определял точки, где это надо делать. И вот в 1879 году по рекомендации Менделеева некий нефтепромышленный Крогозин построил первый НПЗ в Ярославской губернии. Этот НПЗ есть и сегодня, он, конечно, тысячу раз перестроен, модернизирован, но он существует. Это самый старый НПЗ в России, Ярославский нефтеперерабатывающий завод имени Дмитрия Ивановича Менделеева. Перечислять научные звания и титулы Менделеева очень сложно, потому что их сильно больше ста. Он был почетным членом 90 различных академий, практически всех стран мира, где академии наук существовали. Он был, например, единственным на тот момент одновременно доктором права Оксфорда и Кембриджа, потому что по сложившейся веками конкуренции между этими двумя британскими старейшими университетами, если человек становился профессором, например, Кембриджского университета, работая параллельно в Оксфорде, то в Оксфорде его сразу лишали этого звания. Они были очень ревнивы в этом плане и наоборот. Так вот, Менделеев был единственным, кого удостоили звания оба университета и считали это для себя очень почетным. Это звание сохраняли. Но, при всем при этом, Менделеев не был академиком Российской Академии Наук. Это удивительно, но факт. Почему это произошло? Да нет какой-то одной причины. Все это очень сложно. Просто Менделеев не умел строить отношения с академическим сообществом, никому не льстил, ругал чиновников министерства. вот так вот не сложилось. Все свои работы он подписывал всегда без регалий. Или Д.М. Менделеев, ну, или редко профессор Менделеев. Вот, собственно, и все. Надо сказать, что мировая наука от отсутствия у Менделеева титула академика ни капли не пострадала. Также Менделеев не получил Нобелевскую премию. Это вообще поразительно. Он выдвигался на премию три года подряд. Один раз ему премию присудили. Нобелевский комитет проголосовал. Но после этого Шведская Королевская Академия Наук, что бывает исключительно редко, решение Нобелевского комитета отменило. Я вообще полагаю, что у этой истории есть легкое объяснение. В Менделееве были очень плохие личные отношения с братьями Нобелевым. Из-за всех этих нефтяных интересов в Баку. Поэтому Нобели точно на это влияли. На следующий год все-таки еще раз, причем Менделеева каждый раз выдвигали на Нобелевскую премию иностранные академики, еще раз его рассмотрели и снова ему Нобелевскую премию присудили. И уже должны были вручать, но, к сожалению, Дмитрий Иванович не дождался вручение, скончался. Ну, а по сложившейся традиции умершим ученым Нобелевская премия не вручается. Доходы его постепенно росли. Судя по записной книжке, куда он аккуратно заносил все свои доходы и расходы, и вот как-то раз он оказался проездным в небольшом сельце в Клинском районе Подмосковья. Сразу влюбился в эту местность. Это имение, которое приобретет Дмитрий Менделеев, сыграет огромную роль в его жизни. Здесь он будет заниматься наукой, здесь вырастут его дети, сюда переедут его сибирские родственники. Здесь же реализуется еще одно научное увлечение Менделеева, сельское хозяйство и агрохимия. Он высадил здесь березовую аллею по одной березке в честь каждого элемента и создал образцовую усадьбу. Менделеев завозит механизмы, он строит скотный двор, конюшни. Его теперь интересуют происхождение, особенности произрастания хлеба, его интересуют химические удобрения, болезни скота и даже шелководство. Там сейчас находится музей усадьбы Менделеева, я, честно говоря, там не был, очень хочу съездить. Действительно, интересно. Пару слов о личной жизни. она у Дмитрия Ивановича тоже была насыщенной. Женат Менделеев был дважды. Первый раз он женился на падчерице сказочника Петра Ершова. Она была старше его на несколько лет, очень Менделеева любила, у них было двое взрослых детей. Менделеев был, кстати, сказать, тем еще семьянином, поскольку он помешан на науке, страшно нервничал, когда его отвлекали от научных занятий. Иногда он ругался с женой, мешает ему заниматься опытами, писать статьи и из дома убегал. Убегал он, правда, недалеко, добегал до ближайшей рощи, там у него было специальное дерево, какое-то очень старое, с гигантским дуплом. Он прятался в этом дупле, у него была такая конторка была, полтора квадратных метра, в дупле у него была табуреточка маленькая и крошечный столик. И там сидел, писал, пока светло, в полной изоляции от всех посторонних шумов. Так это продолжалось до той поры, пока Менделеев неожиданно, без памяти влюбился в юную донскую казачку. И, несмотря на разницу возрасте, Менделееву 43, казачке 17, между ними вспыхнул роман. Супруга дала согласие на развод, а вот церковь долго не соглашалась. Не соглашалась, не соглашалась, и в конце концов какой-то священник все-таки официально этот развод согласовал и обвенчал. Никакого официального запрета на повторный брак не было со стороны РПЦ, было просто не согласие каких-то местных иерархов, но, тем не менее, тут же возник слух, естественно, Менделеев же звезда, мы же помним с вами, это медиаперсона, да, тут же возник слух, что Менделеев дважды женат, он двоеженец, слух этот стал витать по всем светским салонам Петербурга, дошел даже до Александра Третьего, кстати сказать, примерного семьянина, Александр Третьев слух поверил, однако выводов из этого делать никаких не стал, более того, заявил следующее, это верно, у Менделеева две жены, ну и что, Менделеев у нас один, ну так либо иначе, во втором браке у Менделеева родилось четверо детей, потом было много потомков, кто-то разъехался, кто-то остался, я знаю, что даже через телевизионную передачу «Жди меня» искали уже современной России потомков Менделеева, но, к сожалению, никто не отозвался, кстати сказать, одна из дочерей Менделеева была замужем за нашим великим поэтом Александром Блоком. Еще немного о хобби Менделеева. Он был заядлым путешественником, конечно, путешествовал он в основном не ради удовольствия, а ездил, как бы сейчас сказали, в научные командировки, но даже по сегодняшним меркам, с сегодняшними скоростями, самолетами и так далее, ну, честно говоря, это удивляет. Менделеев был 33 раза во Франции, 32 раза в Германии, 11 в Англии, 10 в Швейцарии, 8 в Остро-Венгрии, 3 в Италии, а также в Бельгии, Испании и, как я вам сказал, США. Ну, а количество его поездок по России просто не поддается никакому учету. Когда он успевал все это, совмещая с наукой, немыслимо, загадка. Менделеев, помимо всего прочего, был блестящим педагогом и талантливым оратором и лектором. Он 35 лет преподавал в университете, читал огромное количество лекций, иногда до 150 лекций в год. Ну, что такое лекция по Менделееву? Он признавался, что для того, чтобы прочитать одну новую публичную лекцию, ему нужно не менее 15 часов подготовки. Я по опыту скажу, что это только с гением Менделеева можно уложиться в 15 часов. Так обычно это требует еще больше времени. Менделеев был большим сторонником женского просвещения и женского образования. Он сам преподавал на женских курсах, содействовал открытию знаменитых бестужевских высших женских курсов и вообще полагал, что девушки и молодые женщины в науке очень полезны. Это аккуратные ассистентки, это очень пытливый организованный ум и вообще нет лучшего исследователя, говорил Дмитрий Иванович, чем молодая образованная женщина. Немного о политических взглядах Менделеева. Самое известное и самое скандальное то, что Менделеев был членом реакционнейшего, как писали в советские годы, монархического союза русского народа. Это эталонное, вот как я помню в советских учебниках, эталонная организация самых махровых черносотенцев. Союз русского народа это мужики в попахах с бородами, с нагайками. Такие картинки у нас были, я помню в учебниках, такие красные рубахи, подпоясанные почему-то веревками, видимо, на которых они должны были кого-то вешать, тянуть, тащить. они непременно с топорами и плетьми где-то там носятся, бегают за революционерами, студентами, евреями и прочими неблагонадежными. Все это, конечно, некоторого рода преувеличение. На самом деле союз русского народа это была, как бы сейчас сказали, самая массовая общественная организация начала века. Более 300 тысяч членов. партии она себя не считала. Она говорила, мы не партия, мы и есть русский народ. Основная масса членов крестьяне. Идея была такова, что союз русского народа как бы подпирает государя императора справа, поскольку на него постоянно давили либералы, левые, кадеты, разного рода социалисты, то требуется подпорка справа со стороны крепких монархистов. Вот с этой целью союз русского народа был создан, и в него входило, помимо Менделеева, много известных людей. И Мережковский, Пуришкевич, множество иерархов РПЦ, включая всем известного Иоанна Кронштадтского. Конечно, Менделеев, можно сказать, что был консерватором. Консерватором в том смысле, что он был против великих потрясений. Если бы он дожил до знаменитой речи Столыпина про 20 лет покоя, которые нужны России, он бы точно под этим подписался. Менделеев считал, что России противопоказаны любые революционные потрясения, а нужны постепенные реформы, эволюционные изменения, развитие науки, нравственности и образования. Наш знаменитый писатель Иван Сергеевич Тургенев, которому как-то Менделеев изложил свои взгляды, назвал Менделеева постепеновцем. Потому что он все хочет постепенно. Это выражение понравилось Дмитрию Ивановичу. Он писал «Не очень памятно это слово постепеновец. Мне кажется, оно выражает сущность того мышления, которого я придерживаюсь. Постепенность, разумность, воля и неспешливое достижение цели». Интересно размышление Менделеева о модном тогда социализме и капитализме. Я позволю себе процитировать две его фразы, а вы задумайтесь. «Промышленное развитие есть высшее благо, современностью выработанное, а капитализм есть осознанное зло, зло, которое оставляет существовать лишь потому, что нет еще выработанных средств достигать промышленного развития без развития капитализма. Но сочетание это развитие индустрии и капитализма, сочетание это лишь временное, это лишь простая эволюция роста человеческого». Следующее. «Основную ошибку социализма составляет подавление личной инициативы. Утопия социализма есть крайняя противоположность утопии индивидуализма. Истина в среднем сочетании». С этим, честно говоря, трудно поспорить. В 1906 году, будучи свидетелем Первой русской революции, Менделеев напишет последний крупный научный труд. Называться он будет «К познанию России». Менделеев будет опираться на скрупулезный анализ результатов переписи населения и приобщить к этому изданию особую научную карту, в которой найдут отражение его идеи промышленного культурного развития страны. на основе сделанных им расчетов сугубо научных. Менделеев сделает следующий вывод. Высшая цель политики яснее всего выражается в выработке условий для размножения людского. Поскольку население Российской империи за последние 40 лет удвоилось, он вычислит, что к 2050 году численность России при сохранении существующего роста и темпов должна достигнуть и непременно достигнет 800 миллионов человек. Ну вот так осталось менее 30 лет. К сожалению, революции, войны и все прочее внесут существенные уточнения и расчеты Менделеева. Еще пара цитат из его последних научных трудов. Ограниченный рост промышленности совершенно непригоден нашему краю. Более того, неприличен нашему народу. Идя помаленьку, мы никогда не догоним соседей. А нам надо не только догнать, но и перегнать их. Вот так, так что от Сталина до Хрущева все плагиатели у Менделеева. Желательно, чтобы Россия вновь прочнейшим образом заключила теснейший политический таможенный и всякий иной союз с Китаем. Китай явно просыпается. Днем 430 миллионов народа. И он имеет все задатки быстро стать могущественнейшей мировой державой. Это писал Менделеев, когда Китай вообще никто в мире не воспринимал всерьез. Менделеев всегда был очень крепким человеком. Сибиряк. Он предпочитал лечиться народными средствами. Полагал, что лучшие средства от простуды это баня и чай. Причем очень придирчиво подходил к завариванию чая. Делал либо сам, либо доверял это своей второй жене. Практически ничем не болел. Беда одна. Пить не пил, но очень много курил. И когда в возрасте 70 с лишним лет Менделеев заболеет тяжелой простудой, простуда перейдет в бронхит. Бронхит в воспаление легких. И вот ослабленные легкие, прокуренные, к сожалению, сведут Дмитрия Ивановича в могилу сильно раньше тех лет, сколько бы он мог прожить, если бы более себя берег. Умрет от воспаления легких, как и другой наш великий ученый Михаил Ломоносов, о котором мы говорили в самом начале. Но даже тяжело болеем, Менделеев останется верен себе. Может быть, у него не будет уже силы, настроения читать научные труды. Он к тому же в конце жизни уже довольно плохо видел. Ему оперировали катаракту еще в те времена, представьте себе, и вернули ему зрение, но не полностью, он все-таки видел не очень хорошо. Медсестра читала ему книгу «Последние часы его жизни», и я очень удивился, когда узнал, какую книгу она ему читала. Это был Жюль Верн, замечательный научный фантаст. Все-таки идеи полярных изысканий не оставляли Дмитрия Ивановича до последних минут его жизни. Тысячи людей провожали Менделеева в последний путь. Все похороны были взяты на себя Санкт-Петербургом, городом, огромная, бесконечная колонна студентов несла на руках его гроб, а вслед за гробом большую-большую доску. На этой доске была изображена периодическая система Менделеева. Память о нем увековечена настолько полно, что всего и не перечислить. В честь Менделеева названы и элемент его таблицы, элемент номер 101, Менделевий, и минерал, Менделеевит. Его имя носит Российское химическое общество, Российский химико-технологический университет, Тобольский государственный пединститут, Всероссийский не и метрологии, тоже основанный Менделеевым. Вулкан, ряд населенных пунктов, географических объектов. Самая престижная золотая медаль Российской Академии наук за научие работы в области химии – это медаль имени Менделеева. Но главное не это. В отечественной науке XX века практически невозможно найти отрасли, которая не была бы связана с именем Менделеева. Он автор фундаментальных исследований по физике, метрологии, воздухоплаванию, метеорологии, сельскому хозяйству, экономике, народному просвещению, экономической географии. Ему в целом, вот как посчитали, принадлежат работы в более чем 30 направлениях только фундаментальной науки. Сам Менделеев называл свой научный метод потоком научной деятельности, когда на вдохновении одно цепляется за другое, одно другое приоткрывает, развивает и всегда в итоге приводит к практическому результату и к практическому внедрению. Как-то его зять Александр Блок написал своей супруге письмо. Процитирую вам его по памяти, но смысл примерно такой. Твой папа все знает. Знает то, что не знают обычные люди. Ему поэтому скучно и неинтересно с обычными людьми. Наверное, поэтому он так одинок среди людей. Он одинок, как может быть одинок истинной гении. Да, Менделеев не стал при жизни ни академиком Российской Академии наук, ни Нобелевским лауреатом. Ну и что? Леонардо да Винчи, другой великий ученый, который пробовал себя в самых разных отраслях знаний, тоже не был ни Нобелевским лауреатом, ни академиком. Так что можно сказать, что и в этом Менделеев в полном смысле русский Леонардо. Но уж я добавлю в части практической реализации своих бесчетных прожектов, он будет гораздо, гораздо сильнее. Почти все, что изобретал Менделеев, находило свое самое практическое, самое действенное и самое эффективное воплощение. Менделеев настоящий революционер в химии и в естественных науках. Я бы сравнил его в этом отношении просто с Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. Как учение о смене экономических формаций, о развитии общества, только с той лишь разницей, что это гораздо, гораздо сложнее. Все-таки, чтобы вот такое создать учение, так систематизировать научное знание. Одного яркого журналистского опера, как у Маркса и Энгельса, просто светлой головы для этого недостаточно. Никогда не говори никогда, но тем не менее, в отличие от трудов основоположников марксизма, истинность учения Менделеева уже доказана практикой, уже доказана временем. Ну и заключение, наверное, скажу вам, почему я решил прочитать эту лекцию, почему, стараясь не говорить об ученых, потому что мало что в этом понимаю, на самом деле, я все-таки сделал исключение для Менделеева. Мне очень хочется, чтобы под влиянием нашего курса о русской истории вы не только интересовались военным делом, государственным устройством, политикой, но, может быть, кто-то, особенно молодые люди, школьники, студенты, школьники в первую очередь, захотели стать и такими великими учеными, как Дмитрий Иванович Менделеев. Захотели открыть что-то новое. Если вы думаете, что Менделеев открыл все, таблица заполнена, и на это можно поставить точку, а дальше наука идет только по пути разработки новых моделей айфонов, это не так. Я вас немного подразню. В интернете есть целая теория заговора вокруг имени Менделеева. Заговор это связан с тем, что в первом варианте таблицы Менделеева верхний ряд, видите, где 1 и 0, вылил немного по-другому. Менделеев полагал, что есть некое неоткрытое вещество на сегодняшний момент. Я тут объясню, как смогу, как историк, пусть меня химики поправят, которое он называл эфир, которое помещал в основе всего мироздания и вот в самом левом верхнем углу периодической таблицы. И от этого вещества, которое может излучать с собой бесконечную энергию в разных вариантах соединения и бесконечное тепло, от этого вещества и нужно строить всю науку о земле. То есть Менделеев пытался создать науку обо всем сразу, определив основную субстанцию, из которой все рождается. Но люди злой воли, всякие там братья Нобели, Рокфеллеры, Ротшильды, Морганы, Дюпоны, нынешних я перечислять не буду. Все те, кто зарабатывали миллионы и миллиарды в начале 20 века на нефти, угле и других источниках энергии, поняли, что в случае открытия эфира, если наука пойдет по тому пути, который предсказал Менделеев, никакой необходимости не будет для обогрева планеты, наших жилищ, для движения транспорта, самолетов, автомобилей, никакой потребности не будет ни в бензине, ни в нефти, ни в угле. Появится идеальное стопроцентно экологичное топливо, которое почти ничего не будет стоить человечеству. То есть сразу наступит такой энергетический коммунизм. И они подменили таблицу. И они запретили все исследования на эту тему. И они финансируют что угодно, но только не движение в сторону той науки, в сторону эфира, который предсказал Менделеев. Другие элементы могут появляться, но никакого эфира. Это все запрещено. Поэтому, дорогие мои, если вы пойдете в Губкинский институт, Менделеевский институт, на Кимфак, МГУ, любого нашего хорошего университета, вам есть чем заняться. Поищите тайны таблицы Менделеева, неизвестные вещества, и, может быть, вы тогда также перевернете мир, как в свое время это сделал Дмитрий Иванович Менделеев. И слава ваша будет сиять в веках. Спасибо вам за внимание к русской истории, спасибо вам за внимание к истории русской науки, как мог, посильно, я вам рассказал, не судите строго. До следующих встреч. Субтитры Редактор субтитров Корректор А.Егорова